Донна Роза Дикой просили, вы не видели, вы не знали, вы не знали. Донна Роза приехала специально для тебя, любимый. Поможи хотя бы рукой, на бой, и с тем, что вы здесь. Для тебя? Нет, для тебя уже вот самый святой мужчина. Это самый лучший. Друзья, я приехала не просто так. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, привет. Я хочу узнать, есть здесь очень красивые мужчины? Куда вы смотрите? Смотрите мне в глаза. Куда вы смотрите? Идите, мой маленький друг. Мы много жилого дискуссии, правда? Я не могу. Отпустите его на 5 минут, вы не успеете ничего плохого сделать. Я не могу. Ваши аплодисменты, конечно, друзья. Ну пойдем. Ну пойдем, конечно. Пошли. 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 Ну хватит, что вы видите? Идите. А где идите? Какой мужчина? Подожди. Не один. Нет. Какой мужчина? Какой мужчина? Аплодисменты могут поднимать? Армен, ты здесь? Еще ты чем-то снова. Пошли быстрее. Пойдем. Да, прям сюда. Ну пойдем. Ну пойдем, любимый. Итак, проходите. Прошу, прошу. Вы с нами или нет? Конечно с вами. Точно с нами? Хорошо. Ну что, красивые мужчины есть. Что с вашими лицами, Саша? Ну что, ты такой грустный сегодня? Что такое? Вы мне мешаете работать. Мы ждем, в чем подвох. Почему? Никаких подвохов. Все прилично, все хорошо, все красиво. Пять красивых мужчин, да? Вот там, где я живу, вообще, вот этой дикой Бразилии. Там дикие мужчины, дикие Доны. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Как его зовут? Не знаю. Давайте пофантазируем. Дон, например, Али Хандур там. О, нет. О, нет. Хуан Павлу. Итак, Дон Хуан Павлу вашему удивляет. Ваши аплодисменты. Вы все равно волнуетесь. Вас как зовут? Мне просто Сергей. Дон Сергей. Тоже могут быть ваши аплодисменты. Дон Армен. Это он. Дон Александров. И вас. Великий Стас. Итак, Дон Великий Стас. Тоже звучит неплохо. Друзья, там, где я живу, там, где живу, в этой дикой Бразилии, там мужчин проверяют, красивые они или некрасивые. Сейчас я проверю. Красивые мужчины. Дон Хуан. Чего? Забыла, как у вас уже, по-батюшке. Просто Дон Хуан. Хорошо? Сейчас, вот в Бразилии проверяют по одной штучке-дрючке. Если есть, знаете, красивые мужчины. Дон Хуан, есть. Кончился. Дожди. Прошли. Дэн-дэн-дэн-дэвай. В Бразилии, в Бразилии, самые красивые мужчины, это пушистые мужчины. И если у вас есть пушистые ножки, пушистые ножки, пушистые ноги, самые красивые мужчины. Надо сделать так. Забудем. Солнечная Бразилия ждет вас, друзья, ваши аплодисменты. Итак, нужно сделать шорты. Пожаем, шорты, шорты. Закатать, вот так. Закатать нужно. Смотрите, как сделал Дон Сергей. Вот так. Посмотрите, как сделал Дон Хуан. Закатать ноги, он боится поднимать руки. Дон Хуан, я не вижу ничего, кроме на взор. Дон Хуан, ну покажи, видишь ноги Дон Хуан. Дон Хуан, да нет. Дон Хуан, вы не имеете кушать, мы не кушаем. Да, почему? А вот что ты такое кушаешь? Вы не все это дышите в спину, а это меня волнует. Хорошо? Дон Стас, не дышите мне в спину, хорошо? Я не вижу, вы вторую ногу что, джилетом обработали? Давайте так вот, да. Дон Хуан, мы будем ждать, когда мы увидим это сноуксубательное зрелище. Сделайте ближе, еще чуть повыше, я не вижу. Ну что вы такое шромы? У меня брюки, может быть, порваны. Мы вас поймем, мы вас поймем. Итак, друзья, сейчас это конкурс. Смотри, оп, оп, смотрите, молодежь встала. Вот что им надо было, представляете? Им не танцы нужны, им волосатые ноги Армена. У Армена грязные, у него тоже чистые ваши чайцы. Дело не в этом. Сейчас конкурс красоты для мужчин. Почему все время конкурс красоты для женщин? Это неправильно. Должны мужчины быть красивыми. Итак, конкурс красоты для мужчин. Дон Хуан, без батюшки. Хорошо? Вы должны пройти, как на подиуме. Вы знаете, как надо ходить? Беды, да? Они красивые. Красивая походка от бедра мужчины, который не скрывает ничего, кроме своих ног. Ну и обратно, войдя туда, да? Хорошо? Но ваша походка тоже, я не знаю, как мужчина ходит. Может, он так ходит, я не знаю. Это ваше. Хорошо? Эксклюзив. Готова, музыка есть? Веселенькая. Дон Хуан, ты готов? На ваши, ваши аплодисменты. И на этой сцене Дон Хуан своим усой попросит. О, Саша! Вот там, Тон, приходите. Красивые, красивые. Это Тон Сергей Тонаруэн. Прошу. Он там, Штрофов. Он там, Штрофов. Это Тон, не на штуке. Пусться. Дон Саша. Он там, Штрофов. Я не вижу, что-то я днем. И я не вижу, что-то я днем. Здравствуйте. И Дон Штрофов. И Дон Штрофов. Он там, Штрофов. 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 Не надо. Итак, давайте по-простому, по-русски посоревнуемся. Минутку, минутку. Хорошо, я уже начинаю подальше отходить. Значит, сейчас красивый мужчина, пушистый мужчина должен быть находчивым. Он все время должен что-то находить, покушать, найти деньги, найти работу хорошую, найти. Вы в своей жизни что самое такое крупное нашли? Из денег там, я не знаю, из чего-нибудь еще морального? Красота. Ничего, боже мой, только, ну понятно, в плавках почему ходите вы все время, да? Только плавки. А что в своей жизни вы нашли? Что-нибудь денежки какие-нибудь, я не знаю, там тещу нашли, например, что в своей жизни нашли? Жену хорошую. Жену хорошую. Вот это да, вот, у вас здесь не достоин ответ аплодисментов ваших. Ну что, а вы ничего, кроме плавок и недостаточно, у вас совсем другое. Скажите, Армен, что в своей жизни вы нашли? Друзей. Друзей. А подруг? Подруг. И подруг. Друзей, подруги тоже на этом месте, конечно, начинают хлопать. Но Александр, хорошо, что я его разбудила, он уже засыпал, он там уже объелся, засыпал, хорошо нашли его на этом конкурсе. Прежде всего, пожалуйста, что вы нашли в своей жизни самое крупное? Любовь. Я боюсь спрашивать Дону Стаса, что он нашел в своей жизни, но придется. Правила игры. Только, пожалуйста, только не грубо, только не грубо. Все в рамках приличия. Что вы нашли в своей жизни? Я с ним согласен полностью и что увидел вашу красоту. Я же говорю, в рамках, в рамках, значит, вы нашли тоже любовь. Любовь, хорошо. Вы знаете, вы зря вот реагируете, это все вот силиконовое, а здесь красное, поэтому даже не надо на это смотреть. Ну что, друзья, сейчас самый наподчевый мужчина. Дон, Хуань, ну где твоя такая беднозубая улыбка, почему ты так грустно стоишь, да? Значит, я хочу сказать, что... Шонка, не надо, постой. Я же ничего не нашел крупного. А, ничего крупного. А сейчас? Да, он у меня маленькая, крупная. Ой, она такая счастливая. Любовь была, конечно, большая, но не настолько, насколько у нее. Ну, понятно. Зато сейчас, во втором конкурсе, вы найдете что-нибудь. Я говорю, какой-то предмет, какой-то простенький, обыкновенный, простенький предмет. И вы бросаетесь в зал, потому что этот предмет вы находите у всех людей, у кого-нибудь, да, из гостей. Себя предмет снимать не надо, хорошо? Себя снимать надо. Да, например, стонная челюсть. Я говорю, стонная челюсть, и вы раз побежали в зал, вынували стальную челюсть и принесли. Такая дежурная. Стонной челюсть не будет, не будем стонную челюсть носить, хорошо? Итак, просто обыкновенный, простой предмет. Вы должны быстро принести и быстро вернуться сюда. И вот так просто встать и покажать. Итак, это обыкновенный кусочек хлеба надо найти в зале. Поехали. Быстрее. Если волнует духу Антон, 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 Антон. Ну иди, если тебя волнует. Будем делать до тех пор, пока духу Антон поймет. Тяжелый случай. Какого никогда не было, когда хлеб путали с водкой. Но с апельсином никогда. Хлеб. Хлеб. Вот мой кусочек хлеб. Вот кусочек. Я говорю еще раз. Тон Хуан, будем делать до тех пор, пока не поймем, что такое. Остаемся все здесь, на этой сцене, потому что никто, в принципе, пока еще правильно не сделал. Кроме троих очаровательных. Но вы поняли? Я говорю, предмет вы должны быстро принести его. Это обыкновенный женский тупель. Его надо найти здесь. Нет, я петушку. Пошли. Быстрее. Женский тупель. Все ясно. Пойдем. Итак, шутки. Тон Хуан. Тон Хуан. Тон Хуан. Пусти. Тон Стасу никак не беди, дорогой. Тон Хуан, у тебя радикулитную шоу. Нет, это не ту. Ямарой, понятно. Друзья. Нет, детей не надо. Это серьезно. Нет, нет, присаживайтесь, присаживайтесь. Вы с ребенком очень хорошо смотритесь. Ну что, это был туфель. Замечательно. Замечательно. Кто? Кто дал вот это вот, это сокровище? Скажу. Ну что, все. Ну что ж, отдаем, да, отдаем. Пока оставляем. Ты тоже можно отдать. Тон Хуан. И так, остаются четыре участника. Тон Стаса, увы, под ваши аплодисменты, уже даже без ваших, все равно ушел на жизнь. Плачу. Плачу. И вам спасибо, что освободили. И так, прошу. Друзья, свеча. Иди, иди. Саш, ты куда? Да, куда? Что ты, куда ты, все, все, что ты как, этот черный заяц. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И так, написание стоит на четыре человека. Ну, группу поддержки им-то необходимого. Да что вы, конечно, не болеете. Видите, как плохо двигается Тон Хуан. Он вообще не двигается. Я не знаю, что с ним жена делает. Ну, вообще, в период жизни. А, это не жена, оказывается. Хорошо. Значит, ну, разберем чуть позже. А сейчас нужно найти обыкновенный предмет, который в этом зале есть наверняка. Очень быстро, он одетает, не свой, себя ничего брать нельзя, только с людей. И так, сотовый телефон наверняка, я себя чувствую. Сотовый телефон, есть, сотовый телефон. Раз, два. Нет, нет. Нет, нет. Разбери, 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 разбери. Апмен, я не знаю, он работает на боковом инспекторном, наверное, да? Что-нибудь такое? Брат говорит, бросил свой телефон жене, а она ему обратно говорит, вот раз, пойдемте, Тон Хуан, пойдемте. Ваши аплодисменты. Спасибо, дорогой, что вы были с нами сегодня. Сотовый телефон, это ваши подарочки. Вы оставляете, это приз, да, это приз. Ваш сотовый телефон даже оставляете. И так, на сцене стоит только три участника на зоне самого пушистого, самого почвого мужчины. Я не знаю, кто же сейчас будет, кто, кто. Саша, волнуемся. Да, Саша, кто-нибудь волнуется, друзья? Волнуемся. За Армена кто-нибудь переживает? Армена, Армена, больше. Ну, скажите, за дома Сергея кто-нибудь? Ничего себе дом Сергей, а вот такой тихий мужчина, незаметный, всю свадьбу отсидел, да? Хорошо. Значит, сейчас нам дайте такой предмет, очень простой, очень элементарный. Это обыкновенный, ну, например, не себя. Снимаем мужской ремень. Поехали, друзья, мужской ремень есть! Армена, пожалуйста, не надо, не надо, чтобы меня реньем. Покажите, это мужской ремень? Это мужской ремень. Ну, увы, Армен приполз, приполз, еле-еле. Человек-то тоже радикулит. По среднему, а, где вы, Армен, где? Можно, можно выйти, можно. Аплодисменты, друзья, ему, Армену. Жаль, конечно, потому что вся женская половина переживала за вас, Армен, на этой сцене. Это ваш опять приз, это ваш опять приз. Ну, давайте, пока подержу, чтобы мне тяжело было. Сейчас такой очень простенький предмет, вы наверняка его найдете. Он, вы не представляете, он пахнет, он благоухает. Он, ну, я не знаю, что он кровоточен, может быть, тоже. Это обыкновенный предмет, который здесь есть. Это мужской носок жениха. Жениха! 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 Вы старец, все старец, все старец. Все, а�데 есть! Армена, 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 армена. Армена, 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 армена! Я вас прошу не махать, я начинаю задыхаться. Ну что, друзья, только это вас приведет победитель Тон Сергей. Он теперь первый, самый пушистый, самый обычный мужчина, но и Александр. Посмотрите, он проснулся, он уже улыбается, и ваши аплодисменты тоже ему, и ему. Я хочу Дону, Александру, Сашечка, я хочу вам подарить какой душный в хозяйстве мужском предмет. Предмет, хорошо? Я посмотрев на ваши ножки, я думаю, что вам необходимо этот крем-депилятор. Вы вдруг намазываете одним ударом, просто волос не будет, причем на голове тоже бывает. Ну что ж, аплодисменты Александру. А я хочу подарить вам, дорогой, крепкий, этот сильный мужчина, такая улыбка спокойная, отстреливаться от назойливых поклонниц, которые... О, попробуй, попробуй, неплохо на руку, серьезно, отлично, чтобы никакая женщина, кроме любимой, к вам не подошла на метр. Ваши аплодисменты самым красивым, самым пушистым мужчинам. Если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.